Вы сейчас сидите в этом зале, совершенно спокойно, кресло и так далее, церковь, ииск, а если было невесомость, наверняка вам не сидели кресло, кто-то разместил на потолке, посмотрите, сколько свободного места, правда? По психологии, запросто, инженер, как присуждать, внизу, и особенно первые наши станции, конструкторы так и делали, на потолке не очень много размещено, но все космонаты размещались именно там, потому что там много места, совершенно спокойно можно было разместиться и так далее. А в невесомости какая разница где? То ли на потолке, то ли на полу, то ли на стенке закрепился, и все. Это невесомость, потому что к этому тоже надо привыкнуть, понимаешь? Поэтому многие другие осуществляют, что остаются в привычке, но единственное, что скажу, все становится более осмотрительным. Почему? Потому что одно, в длительном полете, первое, что прошло в глаза, и подсказывали нам другие тоже, и потом мы смотрели фото, какие-то материалы. Остается привычка между пальцами, там, вилку держать, там, хлеб держать, еще что-то держать, потому что все уплывает, это невесомость, все уплывает. Поэтому и под резинку, куда-то, ну и тут, как всегда, очень много всего. Вот такие там привычки. Ну, и много еще особенностей. Да, пожалуйста. Подавны ли шансы у мужчин и женщин слетать в космос, или больше всего у мужчин? Чего тебе не понял? Подавны ли шансы у мужчин и женщин? Или все, у мужчин больше в космос? Вот так, правильно, да? Так звучит, да? Да. Ну, мне непростую вопрос прямо скажем. Почему? Ну, представьте себе, вы находитесь на станции, на которой я летал. Это я летал. Да, ну, для вас это очень давно, а для меня это совсем недавно. Семь-шестой год. На станции, на которой имеются запасы, определенные запасы. Воды, еды, расходы к материалам и так далее. Но... Вы думаете, мне так удобнее? Я в Казахстане... 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 Но, получается, что... Воды... Ограниченное количество. Вот у нас было на каждого человека в сутки 2 литра воды. И не более того. Больше... Нет, не оттуда, по полной. То есть, не было грузовиков, которые подходили. Не было второго стеклощего узла. То есть, расходы к материалам расходовались и все. То, что там запасы были. И не более того. Значит, 2 литра воды. Медицинская норма поглощения воды. Для того, чтобы сердце работало, кровообращение было нормально. И особенно, вестибулярная пара. Нужно 1 литр 750 грамм. То есть, 1,70. Правильно? Это медицинская норма. А 2 литра что остается? 250 грамм. Стакан воды. Стакан воды. Это значит, вся гигиена. Утром. Часов 11-12 до 7-го года. Бегущие дорожки, надрузки и все прочее. Нужно сердце тренировать. И свою... Крыму с ней то же самое. Правильно? Весь свой организм готовит к тому, что сколько ни летай, а все равно садиться придется на землю. А значит, нужно пройти через атмосферу. А это перегрузки. А это работает сектор так, как нагаревые дорожки на 100-метровой дистанции.